всем привет ребята раннее утро только расцветает а я на днепре и ловить я сегодня буду на ультралайт и пробовать буду ловить голавликов и жерешков в глубине души я естественно понимаю что мероприятие это стремное и мало эффективное но попробовать все таки стоит тем более это скорее всего последняя рыбалка в этом году на жерешка и голавлика через два дня начнутся дожди потом днепр замутнеет и голавликов и жерешков половить больше не получится ну а к тому времени когда он просветлеет уже наверное похолодает и все голавлики и жерешки попрячутся куда-нибудь вот короче на таком я перекатике прикольном не подумайте что это в смоленске это всего лишь 110 километров от смоленска у нас смоленске вообще нет смысла что-то пробовать ловить и приехал я сюда уже второй раз первый раз я тут был где-то дня четыре назад ничего не поймал но жерешки прыгали но я подумал подумал видимо неправильно я их ловил и сегодня немножко усовершенствовал свою снасть ловлю я сегодня на спиннинг до 11 грамм и и вот такая вот у меня оснастка стример на поводочке потом идет лесочка и на конце каст мастер маленький не хотят каст мастер возможно сидят стример прошлый раз я заметил что жерешки не били малька а хватали каких-то мушек с поверхности и я даже первый раз в жизни подумал что возможно здесь был бы эффективен нахлост ну такой фигней мы не занимаемся будем ловить на спиннинг ну а что у меня получится вы естественно увидите если что-то получится подбивал я на это дело вову спиннингиста но тот не захотел и поперся куда-то на болото ловить щук если у него что-то получится ссылочку на его видео оставлю под своим видео ладно буду ловить а то я что-то заболтался сейчас я тут сапоги налью стою я ребята здесь полчаса и понял что это не жерех здесь плещется сейчас я вам покажу душераздирающие зрелище для рыбарского сердца и мы отсюда уйдем смотрите сейчас будут какие мамонты плескаться я не знаю кто это только плавники показываются целиком выпрыгивают размер до трех килограмм прыгают понятия не имею кто это есть подозрение что это мирон ну мирона красные плавники красных плавников как-то не видно не знаю я кто это ребята реально но стримеры кастмастер они жрать не хотят а плещутся вообще просто мамонты ну на камеру естественно одна мелочь будет прыгать только выключу какой-нибудь на трешку вывернется я думаю видно что тут творится надо искать жереха это какая-то непонятная рыба и она у нас не клюнет а засранцы балдеют пойти что ли черевичка откопать желтые какие-то кто это караси наверно ушел я ребята с того переката пришел на другой перекат-то на вид красиво вон вход в перекат но никто там вообще не плещется постоял покидал минут 10 ни одного всплеска рыбы на перекате нет надо искать в этих местах я второй раз первый раз вот залит на первом перекате и так дальше никуда особо и не ушел надеялся все таки поймать того кто плещется ну а сегодня разглядел ну не жерех это вообще не представляю кто это какая-то странная рыба и мирон не мирон и жерех не жерех был бы какой-нибудь ясь так он бы клюнул бы на спиннинг а так и клевать не клюет только на нерву действует походим поищем не выдержал я и вернулся на прежний перекат и вот наконец-то поймалась первая рыбка я даже не знаю кто это мне самому очень интересно жерешок ребята ясь это ребята ясь может это он плещется но почему тогда крупный яс не клевал а вот клюнул только вот этот вот маленький не жерех то я уже и забыл как они выглядят тихо вася сейчас мы тебя отпустим жерех это жерех то я уже ясь все убежал причем убежал вместе с крючком я так крепко держал что колечко на блесне разогнулось ладно крючок сейчас другой поставим попробуем еще кого-нибудь поймать дела налаживаются поставим теперь вот такую вот 4 граммовую колебалочку тоже от и свой фишинг метал твич называется это моя любимая эти он засранцы там еще прыгают но я не знаю там жерех походу в перемешку с кем-то при такой интенсивности всплесков должно клевать на каждом забросе а этот десять тысяч раз кинул чтобы одного поймать он скачет коня неудачный забросик получился не туда куда надо надо вон туда что колечко как-то легко разогнулась на блесне жерешок-то был на 400 грамм о какие видели просто звери ближе подходить боюсь уйдут будем их доставать отсюда травка-травка-травка интересно а если клюнет какой-нибудь такой закилошник колечко разогнется или нет не ну на удочке не должно это я просто заблесну так жестко взял а сачка у нас нет есть ли гриб повис ребята еще какой-то зверь этот зверь называется окунем жирный окунь на целых 150 грамм и заметьте окунь кусанный окуня кто-то ел видали какие бивни я офигею монстры тут есть ладно окунек ты тоже беги мы кого-нибудь пожирнее поймаем жришка толстенького поймать бы было бы неплохо так мужики обкидал я здесь все что только можно перепробовал все приманки все способы даже на крайние меры пошел там мушки всякие начал привязывать хрен пойми чего выдумывать короче ни хрена ни на что никак никто а рыба продолжает плескаться вот там ладно видел я тут примерно в двух-трех километрах интересный такой поворот днепра и вот сейчас думаю туда доехать немножечко покидать там ну и на будущее рассмотреть места возможно туда щучку ловить потом приеду если понравится место поеду сейчас мы тут огородами попробуем долететь если колеса не оторвем пока вроде полет нормальный травка пузик щекотит опасные горки нам повезло как удобно ездить полотнах сапогах просто кайф ну ладно через минут пять-семь будем на месте так вроде бы тропинка то проехать по этой тропиночке главное не залезть болот если залезу в болото я даже не знаю куда за трактором бежать так уже плохо все пока пик куда пик таким как А где-то тут метров еще 700-800 должен быть Днепр. Ну что, мужики, дорога, в принципе, оказалась лучше, чем около моего дома. Пойдем поглядим на Днепр. А Днепр у нас тут, как я и предполагал, глядя на карту, щучий. То есть места у нас тут для ловли щучки, а не галавликов. Присутствует, смотрю, глубина, течение умеренное. Дальше вот тут идет поворот. А за поворотом идет петля. То есть если приехать сюда на лодочке-малявочке, то можно попробовать половить щучку. Места, конечно, утоптанные, народ тут ходит. Ну, сегодня никого нет. А, какой там поворотик, кармашки. Все как положено. Ладно, посмотрим. Проехал чуть подальше. И вот здесь вот мы, наверное, с вами попробуем походить с нашим ультралайтом. Течение здесь посильней, глубина помельче. Есть трава около берега. Малек какой-то он тусуется около травки. Может, какой-нибудь и жерешок будет гулять. А то какой-то на том перекате неправильный жерех был. Не хотел клевать. Или он здесь просто слишком сыт. Так, в 15 метрах впереди нас растет травка около берега. И какой-то пупочек там на дне. Вроде бы мелкие там рыбки какие-то плавают. Ну, а мы сейчас спрячемся за угол. И попробуем тут кого-нибудь поймать. Сделал я уже, наверное, штук 5 забросов. Что-то никто тоже не хочет и здесь клевать. Ладно. Сейчас пойдем дальше. Такая вкусная травка тут растет. А в травке не сидит ни одного толстого жерешка. Гады. Пойдем дальше. Какое офигенное место. Свал с переката. Яма, обратка, коряги. Все, как мы любим. Никто не клюет. Ну, правда, мы и ловим-то на колебосики. Здесь бы джигом бы это дело пробить. Хотя бы воблерами. И то, может, тема была бы. Да, надо сюда на маленькой лодке приплыть. Вернее, приехать с маленькой лодкой. Обследовать тут Днепр. Может, тут щучки непуганные остались. Ну, а с этим пиписочным шпиннингом здесь, походу, делать нечего. Но мы еще походим. Так, народ. Время у меня уже час дня. Только что вон там на кустах я оставил уже не знаю, какую по счету приманку. Прошел я сегодня больше трех километров по Днепру. Налазился вот по таким вот обрывам. Замучился. Но рыбы так и не поймал. Ладно, бывает. Не беда. Следующий раз поймаем. Да и вообще, я думаю, временно на Днепр не ездить. Что-то тут очень как-то тухло последнее время. Проклюнулось пару-тройку рыбалок. И все. Затихло. Совсем на глушняк. С утра вон рыба плескалась. Жерешки, я так думаю. Почему не клевали, непонятно. Они просто баловались. Но не клевали. Все. Всем удачи. Пока. Читайте описание под видео. Может, найдете для себя что-то полезное. Субтитры сделал DimaTorzok